И всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и это у нас игрушка Project Cars 2, которая вышла на днях, и сегодня я вместе с вами покатаюсь по несколько кругов на определенном виде техники, а и определенном виде классов, трасс, попробуем погоду, попробуем настройки погоды тут, потому что они просто космические. И первая трасса, которую я предлагаю проехаться, это 24 часа Ле-Мана. Проедем мы на ней один круг, будем стартовать вечером, и выбрал я себе AMG GT3 с раскраской Project Cars. Итак, я поставил мультикласс, средний уровень сложности соперников и средний уровень агрессии соперников. Так что можно стартовать, и сейчас будем смотреть. Слева у нас здесь рисуется сам автодром, на котором мы будем ехать, такая красивая картинка, а справа трасса, характеристика, длина, повороты, сектора, автомобиль, рекорды, в общем, все, 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 что нужно. Начинаем мы вечером, и, я думаю, можно ехать. Состояние и настроение отличное, поэтому мой Мерс не должен меня ни к коим случаем подвести, вот так вот. Просто персик-бомба какой красивый. Мультикласс, и поехали. Ай, хорошо, был толчок, толчок, аккуратно, не толкаемся, не толкаемся. Эта игра не позволяет делать ошибки. Здесь просто настолько реалистичная модель поведения. О, блядь! Автомобиля. Чтоб был удар, и я уже еду, в принципе, без спойлера. Была авария неплохая, хорошо, что я смог удержать машину. Конечно, это не три игры на клавиатуре. Я просто хочу проехаться, сравнить с первой версией, как и чего. И потом делать какой-то вывод. Супер, круто, классно, позитивно. Это то, что они добавили сюда ралли-крут. Но так как я очень большой любитель дёрд, ралли и дёрд 4, поэтому там, как физическая модель машины, управление поведением немножко другая. Поэтому я хочу всё-таки сравнить, как автомобиль будет вести себя здесь. И сравню с дёрдом. Потому что там мне ралли-кросс до утра понравится, он добротно сделан. Прямо то, как надо. Сейчас я решил поменять вид. Как-то МЭРС уже смотрится не особо без бампера. И здесь пошла первая зона торможения. Такой поворот. В принципе, не затяжной, но они с него вышли быстрее. Длина трассы, по-моему, составляет 13 сгаков километров. Это в один круг. Потом попробуем ныжной режим. Попробуем дождь. Нет, лякоть. Я, опять же, на разных видах автомобилей, на разных видах трасс. Можно попробовать потом будет, в принципе, Брэндс Хач или Лайден Гилд для ралли-кросса. Ну, посмотрим. В общем, поведение машины отличается кардинально от Project Cars 1. Потому что я в Project Cars в свое время, как только он вышел, я себе его приобрел. Что-то покатал на клавиатуре и понял, что... Да, ну, нахер я пойду лучше катну в Need for Speed. А потом, когда я подключил руль, попробовал все это сделать на руле, то я понял, что, в принципе, автосимуляторы... Это не так уж... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и плохо. Тут меня могло в стену бросить просто. Я поставил повреждения визуальные, но хотя, кроме того, что у меня отлетел бампер, в принципе, да, ничего особо не поменялось в машине. Ну, да и ладно. Солнечные блики. Также я поставил настройку, чтобы они в машину попадали. Это можно выключать здесь. Некоторые называют Project Cars 2. Это игра в настройки. Симулятор настроек игры. Здесь я теряю управление и просто смещаюсь постепенно. На десятую позицию, на десятую. Вот стоит сделать одну малейшую ошибку. Это не оттормозиться вовремя. И все. На этом твоя игра здесь закончена. В принципе. Ехал я четвертым. Теперь я еду одиннадцатым. Но это уже... Я не смогу никак исправить за один круг. И так как мы просто смотрим на игру. На поведение одного из моих любимых тоже автомобилей. Это как раз... Это лет 33. АМЗ-шно. Так, ну вот. Ауди можно и проходить бы, в принципе. Да и нужно проходить бы его, в принципе. И, наверное, сейчас мы это так и сделаем. Да, спасибо, что я сходил дорогу. А передо мной... Передо мной что там? Куракан, по-моему, я да? Да, ламба. Ламба тоже мультиклассная. Она не... Для подготовки Лимана это просто серийный автомобиль. И сейчас пойдут очень интересные связки поворотов. Прям самые-самые-самые любимые. Финишная прямая. И смотри, как куракан разгоняется, да? Ну, в принципе, тачку подмял. Ну, опять же, сначала... Ага. Вот так даже. Я первый в своем классе, кстати. Заехал. Я первый в своем классе. У меня круг составил 4 минуты 36 секунд 674 тысячные. Можно глянуть повтор. Здесь, если... Спутать с... Трансляцией. Где моя мышка? Нажимаем спрятать. Или это... Ага, это я загрузил. Сейчас, подождите. Подождите. Все. И... Прячем интерфейс. Выставляем трансляцию. Это можно... Впереди в фоторежим. Тут я уже еду без бампера. Ой, без бампера, без бойлера, точнее. Ехал я шестой. Вот это хорошо пройденный поворот. Очень хорошо. И за ним идет эта бешеная дурная прямая. Вот здесь классно сделано, если вы заметили. Вот когда типа камера дергалась. Вот на самом деле сделано под... Как будто это снималось с помощью телекрана. Это круто. Как реальная трансляция. Это реально круто. Неплохая раскраска. Нравится мне такая комбинация. Черная с... Таким светло-светло-голубым, но насыщенным все за время. Круто. А вот спидометр почему-то я не могу включить. Вот не могу и все. Да, это у нас переход в фоторежим. Какой мне не надо. С помощью реального времени. Ну, в общем, повторы вы сами увидели. Это круто. Давай вернемся в центр автоспорта и попробуем сейчас проехаться на трассе... На какой же трассе мы попробуем проехаться? Давай пробуем проехаться на трассе Хоккенхайм, Вагуна Синди, Анаполис. Это ралли-кроссовая трасса. Лонг-бич. Город. Давай пробуем Лиден-хилл. Выберем. Мини не хочу я, ралли-кросс. Во. Давай выберем раскраску Олсберга. Почему бы и нет. Так. Тип соперников мульти-класса нет. Один класс. Количество соперников пять. Та-та-та-та-та-та. Сохранить. И тоже... Ну, ладно. Тут можно, в принципе, поставить два, так как трасса у нас маленькая. И... Сейчас. Шоу у нас будет по погоде. По погоде у нас будет, давай, дождь сильным ветром. Восемь вечера нам не пойдет. Давай стартанем в 12 дня. И посмотрим. Вообще, в моих любимых трасс для ралли-кросса. Еще мне нравится Хелл-Ек, та какая, по-моему, то ли в Швеции, то ли... А, в Норвегии, в Норвегии она. Тоже классная такая. Там перепады интересные. Да, все трассы ралли-кросса интересные по-своему, но не все они интересны для меня. Французская трасса, допустим, кроссовая, мне ужасно не нравится. Ну, это все лирика. Переходим к старту. Да, тут, конечно, FPS проседает под дождем. Это не есть хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Ух ты! Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ох-ух-ух-ух. Это поведение у автомобиля, конечно, да. Так, ну, радует одно, что на Джокер я уже ездил. Ух, ты шо, ты шо? Под дождем это, конечно, это... Ой-вай-вай-вай, это ужас. Давай пробуем вид поминать. А вот из кабины вид, кстати. Вот тут можно нормально рулить. машинку заносит немножко, потому что, ну, сам понимает, покрытие у нас тут трассы скользкое. Вот, я не люблю за кем-то ехать, особенно, знаете, когда там или грязь, или дождь. Ну, ты сейчас поедешь на Джокер, да-да-да-да, я в курсе, я в курсе, какой я, сука, долбоёб. Это я реально в курсе. Меня кинуло в стену. Надо было раньше оттормаживаться, но... Кто ж знал, кто ж знал, но тут ралли-кросс тяжёлый, конечно. Ничего не скажешь, реально тяжёлый. И в кабине с видом от руля не знаю какого хера, но тачка рулится лучше. Дождь. Дождь это капец, я еле держу тачку, это по видео даже видно. у меня нет ни бампера ни хрена, но я заканчиваю эту гонку первым. И в принципе с дисциплиной такой, как ралли-кросс, можно сказать, мы ознакомились. далее можно проехаться там была какая-то кстати интересная такая ещё трасса Silverstone нет, не хочу я Техас давай наверное возьмём Brands Hatch Barcelona Brands Hatch возьмём вот такой Brands Hatch теперь допустим возьмём погоду допустим сильный туман стартанём тоже в 12 дня и выберем мы наверное низмовский Sky на нём я ещё не катал он будет у меня вот такого красивенького цвета класс соперников в один класс мультик ставим сохранить два круга и поехали сейчас посмотрим Brands Hatch тоже неплохая трасса это одна тоже из тех трасс на которых мне нравится кататься представлена тут она вечером такая картинка вечерняя и посмотрим как сейчас Jetter тридцать пятый будет себя вести в этой версии Project Cars потому что в прошлой версии Project Cars он не был так сказать одним из моих любимчиков но тем не менее ага в данный момент сброс автомобиля невозможно итак ого ого вот это его сносит конечно со старту да тут надо оттормаживаться потому что это такой пист ступный поворот тут я хорошо оттормозился главное не пачкать резину я прогрею прогрею еще резину будет намного легче ну туман это конечно жесть я сейчас попробую вид от кабины вид кабины тоже а это был красивый мать его толчок но тут Nissan в принципе смокет в принципе в принципе на нем можно даже но нужно оттормаживаться хорошо чтобы не могти ну туман прикольно туман классно добротно прям знаешь как по царски тут туман ни хрена не видно все нервничают спихаются надо было поставить больше соперников о ну тут эту дельту я выиграю а тут на торможении как раз все хорошо у меня на первом круге я потерял там время ну неплохо 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 это тоже можно сказать довольно хуёво потому что в тумане не видно ни трассы ни хера и надо ориентироваться по карте я как раз отвлекся на карту и пропекал момент с торможением ну ничего страшного хочу тут посмотреть конечно повтор фары знаешь фары включены это до задницы то что фары включены реально ну вот мы стартуем не видно вообще ни хрена реально ни хрена не видно все машина уходит уходит вдаль видно только огоньки фары неплохо шел вторым я мог держаться в принципе за фортом джейти надо будет попробовать еще форд джейти на трассе монта наверное с какими-то другими погодными условиями игра хорошая поначалу честно можно ее тупо нахер бросить потому что раздражать будет только даже самоуправление и поведение автомобиля и это будет ой как бесить реально это будет бесить два круга мультикласс количество соперников давай поставим 19 и хочу взять форд джейти форд а тут у нас еще есть мустанги остальные все дела черно салатовый такой неплох в принципе возьмем наверное возьмем 500 лошадиных сил тонна 260 весом 3 секунды до сотни 308 километров в час категория джейти е так туман мы пробовали за верюха это я думаю будет вообще пиздец давай легкий снежок а почему нет а представим что у нас в Италии пошел снег прям во время начала трассы ну и начала гонки точнее я уже заговариваюсь сколько эмоций надо их как-то попытаться впихнуть в краткую лаконичную речь я думаю проедем мы монцу я скажу свой вердикт и в принципе на этом наверное будет все для первого честного обзора единственное сказать честно что не нравится это у меня она немножко фризит бывают непонятные рывки вот как раз в самых неподходящих моментах ну а так в общем нужно больше кататься больше кататься и больше смотреть да форт также поначалу себя проявляет как и GTR 35 и вот очень больших оборотов просто смешно и нахер выжет момент торможения воспользуемся услугами поребрика и поедем просто резина не прогрета еще поэтому он себя так немножко так сказать паскудненько ведет а тут надо вообще держаться поначалу при вхождении в этот поворот на ближнем радиусе я поехал на внешний что для меня могло обернуться плохим ударом в стену тут опять я протыкиваю хоть я эту трассу уже знаю неоднократно но эти повороты мне конечно не доставляют удовольствия поэтому машина классная Ford GT машинка хорошая вот и все что я могу на этом вам сказать мы проехали всем пока подписывайтесь на канал по на чтобы написать изменилили которые могут